Дорогие друзья, инвесторы, партнеры и просто зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите 119 выпуск новостей от Skyway, где мы, как всегда, подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась в прошедшей неделе, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. 29 мая 2018 года в Минске состоялось открытие Белорусского промышленного форума, в котором принял участие заместитель генерального директора по организационному развитию ЗАО «Струнные технологии» Алексей Валенко. Узнаем, чему было посвящено его выступление. Один из крупнейших информационных порталов США, посвященный инновациям, высоким технологиям и экологии, опубликовал статью, в которой рассматривает технологию Skyway в качестве альтернативного инструмента для развития экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Генеральный конструктор и автор Skyway Анатолий Юнинский дал обширное интервью, в котором рассказал о ходе строительных работ в экотехнопарке, подготовке к предстоящему Экофесту 2018, разработке новых транспортных комплексов и модернизации существующих трасс. В экотехнопарке продолжаются работы по тестированию новых образцов подвижного состава. Специалисты проектной организации Skyway готовят Юникар к ходовым испытаниям на путевой структуре. 29 мая экотехнопарк Skyway посетили представителей шведской металлургической компании САП, поставщика металла, из которого изготовлена путевая структура струнного транспорта Юницкого. А теперь остановимся на этих событиях более подробно. В Минске состоялся Белорусский промышленный форум, целью которого стало содействие предприятиям и организациям Республики Беларусь в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Заместитель генерального директора по организационному развитию ЗАО «Струнные технологии» Алексей Валенко выступил перед аудиторией с докладом на тему «Опыт внедрения технологий индустрии 4.0 на базе платформы 3D Experience в рамках научно-практического симпозиума технологии оборудования качества». Напомним, ЗАО «Струнные технологии» – одна из немногих компаний, использующая платформу 3D Experience для разработки и производства уникальных транспортных систем. При помощи данной платформы можно объединить в одну систему основные процессы разработки, производства и эксплуатации конечного продукта, что, в свою очередь, способствует повышению качества выпускаемой продукции, а также сокращает ее себестоимость. Потропнее с итогами форума вы можете ознакомиться в разделе новостей на нашем сайте. Американский информационный портал рассказал о технологии SkyWay как альтернативном инструменте для развития экономики Объединенных Арабских Эмиратов. По их мнению, технологии струнного транспорта есть все шансы занять свою нишу на рынке грузопассажирских перевозок Ближневосточного региона. В отличие от проекта Hyperloop, SkyWay уже сейчас может предложить готовые инфраструктурные решения, способные эффективно решать широкий спектр задач. Причем стоимость строительства и общая материалоемкость будет значительно ниже, чем у конкурентов. При высоком уровне их эффективности и универсальности применения. Ознакомиться с публикацией на русском языке можно на нашем сайте. О ходе строительных работ в ЭкоТехноПарке, подготовке к предстоящему ЭКоФ-2018, разработке новых транспортных комплексов и модернизации существующих трасс и не только, рассказал в беседе Анатолий Юницкий. В частности, он прокомментировал работы по усилению полужесткого участка легкой городской транспортной системы, финальный этап строительства которой был завершен в марте 2017 года. Узнать подробнее все темы состоявшегося интервью и все новости SkyWay из первых уст вы можете в видеоролике на информационных ресурсах компании SkyWay Capital. В ЭкоТехноПарке готовят Юникар к ходовым испытаниям на путевой структуре. По завершению комплекса пуск наладочных работ новый промышленный образец подвижного состава SkyWay приступит к ходовым тестам на ферменном участке городской трассы. Юникар — модель общественного транспорта, каждая секция которого оборудована сидячими местами для шести пассажиров. Количество его секций может быть увеличено в зависимости от напряженности пассажирооборота. Впервые Юникар был представлен в октябре 2017 года на выставке транспорт и логистика в Минске. ЭкоТехноПарк SkyWay посетили представители шведской металлургической компании SAP, поставщика металла, из которого изготовлена путевая структура струнного транспорта Юницкого. Мы очень любим и ценим компанию струнной технологии. Цель визита — выяснить возможные проблемы и потребности в поставках металлопроката. Естественно, очень хотелось увидеть это собственными глазами. Все ездит и выглядит отлично. Мы ждем, когда ваш транспорт увидят в действии. Главное — начать, а мы готовы поддержать. Такова оценка увиденного Паула Галабурды, регионального менеджера представительства SAP Europe в Республике Беларусь. А это мнение директора по продажам SAP Europe в России и СНГ Вадима Пикалова. Очень рад был увидеть этот полигон. Мы начали общаться с компанией струнной технологии, когда это все еще было в проекте. Сейчас уже виден результат, который, конечно, приятно поражает. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok